Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Городские пространства глазами студентов. Будущие архитекторы поделились идеями с губернатором и главой города. Там, где человек не дотянется, поможет гидроподъемник. В Самаре от снега очищают даже труднодоступные кровли домов. Осторожно идет расчистка дорог. Что делать, если ваш автомобиль задел трактор? Немного теплее за стеклом, но злые морозы, как сотрудники ботанического сада, ухаживают зимой за экзотическими растениями оранжереи. Инвентарь для новых побед. Спортсмену с ограниченными возможностями здоровья Сергею Новикову вручили сноуборд и защиту. Поддержка студенческих инициатив. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина познакомились со студенческими идеями по преображению городских пространств. Каким самарский регион видят будущие архитекторы, узнала Мария Левина. Она звалась Татьяной, но лирическим романом предпочитала конный спорт. Татьяна Журавлева со школьных лет мечтала стать архитектором. Сейчас учится в аспирантуре, мечтает усовершенствовать конный клуб в Красном Яру. О чем рассказала губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной. Административный комплекс, крытый манеж и гостиницы. Потому что в настоящее время конно-спортивный комплекс – это не только чисто спортивный объект, но и туристический. То есть сюда могут приехать просто люди, покататься, отдохнуть с детьми, погулять по зоне благоустройства. Дмитрий Азаров поддержал идею начинающего специалиста. Отметил важность конного спорта и развитие ипотерапии в регионе как одну из составляющих реализации нацпроекта здравоохранения. Если мы сделаем еще его многофункциональным, концертным, образовательным, давайте об этом подумаем. Был бы очень важен. Конный спорт, он еще и для здравительных целей используется, ипотерапии, лечения. Давайте вот это все продумаем. Губернатор и мэр города ознакомились со студенческими инициативами, касающимися преображения городских дворов и дворцов культуры. Затронули вопрос о раздельном сборе мусора. Обсудили и приведение дизайна мемориалов, установленных на въездах в город, в единый стиль. Идею активно поддержала глава города Елена Лапушкина. Разного размера, они разные по материалу, но там общая эстетика, конечно, сохраняется. Пришло время поменять, согласна. Студенцы заинтересовались судьбой парка 60-летия октября, который городским и областным властям удалось сохранить. Губернатор Дмитрий Азаров призвал студентов и дальше активно участвовать в жизни города, делиться своим видением преображений городских пространств. Правительство региона открыто для предложений и диалога. Мария Левина, Константин Головин, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 279 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 38 861. Такие данные во вторник, 26 января, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровел 261 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 35 874 человека. Губернатор Дмитрий Азаров поручил провести проверку после сообщения о том, что в медицинском колледже Новокуйбышевска студентку якобы заставляли вакцинироваться. Об этом случае глава региона рассказал на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Дмитрий Азаров напомнил, что вакцинация в стране проходит добровольно и нужно выяснить, было ли нарушение. Разбирайтесь. Было, не было. Правда, неправда. Действительно случай такой был либо фейк-ньюс. Очередной. Я прошу доложить. Еще раз, коллеги, хочу всем напомнить о том, что вакцинация носит добровольный характер. Российские вузы скоро вернутся к очной форме обучения. И пазиологическая ситуация в России позволяет это сделать. Об этом сообщили в Интерфаксе со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Также министр заявил, что теперь актуальной задачей для министерства и преподавательского сообщества является проверка прочности знаний, приобретенных учащимися во время дистанционного обучения. Расчистка крыш и дворов. Сегодня на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии обсудили ключевые задачи, стоящие перед коммунальными службами на ближайшие дни. Работы ведутся непрерывно, но в городе еще есть проблемные объекты, требующие особого внимания. Деятельность коммунальщиков отслеживают городские власти. Все зафиксированные факты нарушений направляются в прокуратуру. Также руководство недобросовестных компаний привлекается к административной ответственности. Гульфия Сафина продолжит тему. Надежда Платошкина много лет прожила в 10-м доме Приволжского переулка в Советском районе. Рассказывает, жаловаться практически не на что. Соседи добрые, район тихий. Правда, с управляющими компаниями жильцам не везло, но последний год стал исключением. Новые хозяйственники регулярно расчищают двор в снегопады, а теперь, когда потеплело, принялись и за крышу. Управляющая компания не занималась нашим благоустройством. А вот эта компания нам и снег чистит этот год, а сосульки – это вообще первый раз для нас. Мы опасались, в общем-то, на людей, слава богу, ни разу не упало. А вот просто идешь и боишься, что снег упадет. И обходили, как могли, стороной. Дом действительно сложный, признаются в новой управляющей компании. Из-за конфигурации крыши для ее расчистки пришлось включить смекалку. Мы приглашали альпинистов, но поднявшись наверх, альпинисты сказали, нам не за что зацепиться. Соответственно, для того, чтобы не рисковать жизнью и здоровью людей, мы уже как бы отложили на несколько дней, но пригласили машину. Автогидроподъемники. С помощью него мы альпинистов поднимаем наверх и уже расчищаем нашу кровлю. От сильных морозов до резкого потепления. Сегодня основные работы коммунальных служб, занимающихся жилым фондом, направлены на устранение ледяных наростов на козырьках подъездов и скатных кровель. Таких в городе чуть более 7 тысяч. Осталось расчистить около 20%. Об этом сегодня говорили на совещании в департаменте городского хозяйства. Мы еще в пятницу предупредили и управляющие компании, и районное звено власти о том, что предстоит отепление на выходные дни, для того, чтобы у нас не было каких-либо несчастных случаев и тому подобное. Это все в первую очередь связано с безопасностью. В день мы вычищаем по 250-260 кровель. Работает порядка около 250 бригад по очистке кровель. Ну и там, где, если существует опасность, то она огораживается сигнальными лентами. Очистка крыш – основная задача коммунальных организаций на сегодняшний день. На совещании первый вице-мэр поручил всем, кто своевременно не выполнил обязательства, предоставить фотоотчет о работе над ошибками до конца дня. В дни оттепли власти просят жителей быть предельно внимательными, не ходить под крышами домов, где возможен сход на леди, и не парковаться около строений. Кульфия Сафина, Николай Епифанов, События. Здоровый сон – лучшее средство профилактики дорожно-транспортных происшествий. По статистике, несоблюдение режима дня – самое частое нарушение, характерное для водителей грузовиков на дороге. А фиксирующие тахографы не всегда в исправном состоянии. С начала года контроль на въездах в Самару усилен из-за серии ДТП с участием тягачей. Вместе с инспекторами в рейд вышел и Олег Зверев. Первый вопрос инспектора – как самочувствие? Звучит для того, чтобы выявить, в каком состоянии водитель. Речь идет не только о тех, кто управляет машиной под градусом или кайфом. Режим труда и отдыха обязан соблюдать каждый дальнобойщик. Для этого существует специальный прибор – тахограф, который должен быть всегда в исправном состоянии и показывать, в каком режиме движется автомобиль. Дмитрий Ульянов везет непродовольственный груз из Тольятти. Все документы в порядке. Тягач и прицеп в хорошем состоянии. Самочувствие водителя бодрое. По идее, это работа. Проверяют всегда. Везу груз, что там, водильные доски, сушил. Где-то 20 тонн может везти. А сейчас сколько? Сейчас тонн 7-6. Все дороги ведут в Самару через посты ГИБДД. Машины, которые визуально вызывают подозрения, подвергаются тщательной проверке. Тем не менее, даже в таких условиях ДТП не исключены. За 20-й год по вине водителей и грузовиков допущено более 30 происшествий. Пострадали 36 человек. С начала нового года рейды усилены. Нарушений стали выявлять больше. Наличие технических неисправностей такие, как на одну ось установлена резина разных моделей, либо рисунка протектора шин. Ошипована, не ошипована резина. Отсутствуют гайки, либо болты на спицах колес. Вот такие явные, которые не могут, скажем так, непосредственно привлечь к совершению дорожно-странственного происшествия. Также инспекторы строго следят за тем, как водители грузовиков соблюдают правила дорожного движения, перестраиваются, держат дистанцию и очередность проезда. Все-таки от их поведения зависит не только дорожная ситуация, но и безопасность, причем в прямо пропорциональной зависимости от массы автомобиля. Олег Зверев, Константин Головин. События. ДТП с участием специализированной снегоуборочной техники – самый редкий транспортный инцидент. И все же такие аварии тоже случаются, особенно после обильных снегопадов. Что делать автолюбителям, чтобы не попасть в столь неприятную историю, и как быть, если она произошла, расскажет Гульфия Сафина. За четыре года водительского стажа Антона Ниталиева – это ДТП первое. Причем в момент его совершения водителя в автомобиле не было. Машину Антон припарковал возле работы, а в конце дня обнаружил, что в нее въехала снегоуборочная техника. Обидчик оказался добросовестным, с места происшествия не скрылся. Вопрос решили мирным путем, через европротокол. Но осадок на душе Антона все же остался. Ну, просто внутри неприятно, что твоя личная вещь, машина – это как член семьи все равно. Вот. И… Ну, неприятно. Я даже, честно, не понимаю, как он проехал, потому что дорога пустая, тут ни сугробов ничего нет. Мою машину не нужно было как-то объезжать специально. Вот. Ну, как-то так получилось. Столкновение со снегоуборочной техникой – ДТП специфическое, рассказывает инспектор АГИБДД. В снежные зимы такие аварии случаются чаще. К примеру, в этом году уже зафиксировано 7 ДТП. Причем в статистику попадают лишь те аварии, где участники не смогли решить вопрос без помощи инспекторов. В том случае, если у нас два участника движения не согласны с нарушением, то есть один считает виновным другого, соответственно, мы уже не оформляем их самостоятельно. Это делается только при сотруднике госавтоинспекции. Сотрудник госавтоинспекции сам проводит административное расследование и устанавливает причины совершения дорожного транспорта происшествия. В том случае, если водители с этим решением не согласны, есть законное право обратиться в суд. Но обращение в суд – явление редкое. К примеру, предъявить иск пострадавшей может в том случае, если сумма страховки не покроет нанесенного ущерба. Здесь нужно будет пытаться взыскать недостающую сумму с виновника. То есть, если это юридическое лицо, которое отвечает за очистку территории, это будет, соответственно, иск сверх лимита ОСАГО. Еще одно основание обратиться в суд – ситуация, в которой водитель скрылся с места ДТП. Но это маловероятно объяснят в управляющей компании. Мы оповещаем, что если произошло такое событие, если, не дай бог, механизатор удержать с места ДТП, то есть, не заметил, не увидел, либо вовсе, то есть, там не нашел автовладельца, то есть, это влечет административную ответственность, то есть, арест до 15 суток, либо лишение водительского удостоверения. Поэтому, как правило, в большинстве своих случаев механизаторы стараются остаться на месте, разрешить вопрос, то есть, как бы, либо на месте, либо оформить европротокол, либо, то есть, ждать сотрудников ГАИ. Нередко аварийную ситуацию создают и сами водители, оставляющие автомобиль на узкой дороге после снегопада. Сотрудники ГИБДД рекомендуют во время парковки внимательно оценивать, не окажется ли машина на пути снегоуборочной техники. Кульфия Сафина, Николай Сидоров, Василий Колдашов. События. Россия возобновляет авиасообщение еще с четырьмя странами. Отдых в Турции подорожал на 15%. Правительство России выделит 2 миллиарда рублей регионам на строительство спортобъектов. Подробности в новостях экономики. Здравствуйте, это новости экономики. Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Предприниматели Самарской области смогли привлечь более 2 миллиардов рублей при поддержке гарантийного фонда. В прошлом году фонд начал действовать по пяти антикризисным программам. Главная особенность – упрощенная процедура и принятие решений уже на следующий день после подачи документов. В 2020 году финансовая организация выдала 246 микрозаймов на общую сумму 370 миллионов рублей. Фонд продолжил предоставлять предпринимателям поручительства для получения банковских кредитов и гарантий. За прошлый год одобрили 56 таких поручительств на общую сумму 419 миллионов рублей. Это позволило представителям малого и среднего бизнеса привлечь 1 миллиард 800 миллионов рублей. Россия с завтрашнего дня возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром, приостановленное из-за пандемии коронавируса. Полеты будут несколько раз в неделю из Москвы. Улететь в Хельсинки можно будет также и из Санкт-Петербурга. Воздушная граница открывается при условии, что две недели в этих странах фиксируют не более 40 случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения. На этапе раннего бронирования цены на отдых в Турции выросли на 15%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Так, в июне два человека смогут провести неделю в турецкой пятерке примерно за 60 тысяч рублей. Пикопродаж летней Турции ждут ближе к апрелю. После старта сезона цены, скорее всего, пойдут дальше вверх. Для зимнего отдыха самыми привлекательными для россиян стали страны Восточной Африки. Стало дороже отдохнуть и на юге России. Отели на пляжных курортах повысили цены на акции раннего бронирования в среднем на 10%. Среди отечественных курортов лидирует Краснодарский край. Его доля составляет 60-70%, а наибольшим спросом пользуются Сочи и Анапа. Второе место по объемам продаж занимают Крым, в особенности Ялта. Регион интересует примерно 20-35% туристов. Третье место занимают санатории минеральных вод, а четвертое – Калининградская область. На строительство объектов для занятия физкультурой и спортом правительство России в этом году направит 2 миллиарда рублей. Средства получат 78 регионов. С помощью федеральных субсидий возведут 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городах и сельской местности. Это новые спортивные площадки и футбольные поля. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и приспособлены для людей с инвалидностью. Официальный курс доллара на 27 января – 75 рублей 64 копейки. Доллар прибавил 78 копеек. Евро – 91 рубль и 67 копеек. Европейская валюта повысилась на 52 копейки. Нефть марки «Брент» – 56 долларов и 14 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Как это было? Об истории переименования Куйбышева в Самару молодое поколение узнают от непосредственных участников событий 1991 года. В режиме онлайн лекцию студентам прочитал доктор исторических наук Петр Кобытов. Насколько студентам интересна эта страница истории города, узнала Лариса Шлафаст. Об истории переименования Куйбышева в Самару из первых уст. На связи со студентами доктор исторических наук Петр Серафимович Кобытов. Именно он стал первым человеком в городе, который озвучил идею о переименовании. Сбором подписей группа энтузиастов занималась 4 года. В итоге в Кремль отправили 80 тысяч подписей за Самару. 25 января 1991 года глава Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ о переименовании Куйбышева. Шлафимович сегодня в своем очень интересном рассказе говорит о том, что такое понятие выдвигает, как городское общество. В жизни города должно функционировать городское общество, которое отвечает, наверное, за культурный срез города. А я хочу сказать, ну это Беннен в полях, что я занимаюсь городским обществом 19-го столетия. И оно, не сказать, что было очень влиятельно, но оно воспринимало город как свой. И ныне городское общество, безусловно, должно воспринимать этот город как свой. С именем Куйбышева Самара прожила более 50 лет. Это было непростое время, насыщенное событиями. Начинающие историки говорят, изучать этот период крайне интересно. Особенно увлекает изучение истории запасной столицы. Но если говорить о названии города, признаются, что Самара роднее. Ну и родилась я, конечно, в Самаре, поэтому это название как-то греет душу. А Куйбышев такое, наверное, историческое больше название, как такая страница в истории города. На встрече говорили не только о возвращении исторического названия Самаре. Участники обсудили и переименование улиц в исторической части города. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, События. 2021-й в России объявлен Годом науки и технологий. В Самарской области поддержке научных исследований уделяют особое внимание. Выявляют новые сорта растений, выращивают уникальные экземпляры фауны, сохраняют редкие виды. Площадкой для селекционных экспериментов служит ботанический сад. За час в Оранжереи можно окунуться в атмосферу сразу нескольких экзотических стран без загранпаспорта и визы. В горящий тур по ботаническому саду отправилась Мария Левина. Это реликтовое тропическое растение называется Зами пумила и растет со времен динозавров по сей день в Новой Зеландии. Конкретно этот образец посадила Наталья Сафаниева два десятилетия назад в Самарском ботаническом саду. Наталья биолог, следит за тем, чтобы растениям в Оранжереи было комфортно. С такой работой и отпуск не нужен, смеется женщина. Здесь, конечно, очень замечательно, потому что ты каждый день приходишь, смотришь, что-то распустилось там, что-то зацвело, что-то начало расти активно. То есть, конечно же, ты получаешь очень много положительных эмоций от растений. И вот эта вот зелень, она очень успокаивает. То есть, тут вообще можно ходить, расслабляться, медитировать. Очень приятно работать. Я в Бамбуковом лесу, где-то на юге китайской провинции. Делаю два шага и Новая Зеландия. Еще буквально пару шагов и Таиланд. Географически все эти растения находятся в разных частях планеты. Здесь же они собраны в одном месте, в Самарском ботаническом саду. Здесь более тысячи уникальных видов. Зеленый оазис в сердце промышленного города, где даже в январские морозы все цветет и плодоносит. Вот созрел лимон, а здесь коллекция благоухающих орхидей. Целый мир расположился на площади чуть больше тысячи квадратных метров. Здесь уже заканчивается место для крупных растений. Поэтому сейчас биологи выращивают кустарники и кактусы. Последние собраны в отдельной теплице. В оранжереи обязательно создается среда, похожая на их природное ареал обитания. То есть мы поддерживаем температуру. В тропическом зале зимой мы стараемся, чтобы температура не опускалась ниже 20 градусов. Обычно она держится на уровне 23-25 градусов. Днем, но чуть-чуть попрохладнее. В субтропическом зале на 4-5 градусов попрохладнее. Вот, потом обязательно поддерживается влажность. Ну вот, за счет обилия растений они сами поддерживают влажность. Бывает и такое, что растения слишком хорошо плодоносят. В этом случае саженцы и побеги могут приобрести самарцы. Информация размещается на сайте Самарского государственного университета. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Далее, коротко о других событиях дня. В Крутых Ключах построят новое учебное заведение на 1200 мест. В Самаре городские власти планируют выкупить в муниципальную собственность земельный участок для возведения школы. Сейчас проект постановления проходит процедуру согласования с общественностью. Ожидается, что на выкуп земельных участков городской бюджет потратит около 44 миллионов рублей. В целом же, на развитие образования в городе на ближайшие три года планируется выделить более миллиарда рублей. В этом году в Самаре отремонтируют московское шоссе. Речь идет об участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Кроме того, как следует из областной программы о развитии жилищного строительства, в 22-м году завершатся работы на 19-м километре московского шоссе, которое предполагает строительство ливневок. На это предусмотрено 129,5 миллионов рублей. В Шигонском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. В дежурную часть поступило сообщение о пропаже автомобиля ВАЗ-21074. 26-летний житель Октябрьска рассказал полицейским, что приехал в Шигонский район к знакомым. Автомобиль припарковал около дома товарища, а по возвращению из гостей свое авто на месте уже не обнаружил. В этот же день в дежурную часть отделения поступило сообщение о горящем автомобиле на участке автодороги Сызрань-Шигон и Волжский утес. Выяснилось, что это угнанный автомобиль. Сотрудники полиции вышли на неоднократно судимого 22-летнего местного жителя. Он рассказал, что решил прокатиться по личным делам, но в пути автомобиль задымился, и он бросил его на обочине. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. В Самарском регионе продолжают поддерживать спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня Центр спортивной подготовки преподнес чемпиону России по парусному бороду новое спортивное оборудование. Заниматься спортом самарец Сергей Новиков начал только год назад и за короткое время достиг впечатляющих результатов. Об уникальном жителе Самары расскажет Ольга Павлова. Когда тренер Дмитрий Волобуев совместно с коллегой по цеху Татьяной Шевыревой предложили проводить соревнования по парусному бороду, никто не верил, что идею ждет оглушительный успех. Занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья начались год назад. Одним из первых на тренировке стал ходить Сергей Новиков, потерявший ногу в 15-летнем возрасте из-за онкологического заболевания. По словам тренера, в начале занятия шли тяжело. Ну, конечно, когда он поехал, а поехал он, это было на Рождество, это, знаете, как был дар такой божий. Когда он поехал, мы его затащили на горы, и он оттуда его поехал. Конечно, у него слезы, это было так сильно. Уже через месяц после начала первых тренировок Сергей Новиков завоевал две серебряных медали на Кубке России, а чуть позже на чемпионате в Миасе в сноубордкроссе выиграл золото. Задача на соревнованиях, рассказывает спортсмен, была одна – победить и преодолеть самого себя. Тем более, что семья чемпиона – поклонники крутых виражей и горнолыжных трасс, и ему всегда хотелось быть ближе к родным. Учитывая, что вся семья у меня каталась в тот момент на лыжах, я просто внизу на горнолыжке стою, ждешь, пока кто-нибудь спустится, для того, чтобы их там пофотографировать, еще что-то. И все, все твое присутствие на горнолыжке ограничивается этим. Теперь кататься можно вместе и на новом спортивном снаряжении. Подарок Сергею Новикову сделал Центр спортивной подготовки, обеспечив чемпиона России профессиональным оборудованием – сноуборд-доской, шлемом, ботинками и необходимой защитой. Уровень подготовки растет, класс спортсмен подрастает, результат улучшается. И я думаю, что приобретение такого современного оборудования, экипировки, инвентаря, оно, конечно, сработает на результат. Сейчас спортсмен тщательно готовится к очередному чемпионату России. Он пройдет в марте в Миасе. Поддержку Сергею Новикову оказывает Самарский регион. Спортсмену оплатит поездку на соревнования и поддержит финансово в случае победы. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!